приветствую подписчиков и зрителей моего канала в этом видео я расскажу вам как измерить сахар крови покажу вам как это делается расскажу для чего это делается и что делать с результатами которые вы получили измерение уровня сахара на крови необходимо для того чтобы поставить или исключить диагноз сахарный диабет сахарный диабет бывает трех типов основных первый тип это инсулин зависимый диабет чаще всего возникает в молодом возрасте когда клетки поджелудочной железы а точнее островков лангерганса поджелудочной железы перестают вырабатывать инсулин связи с этим больные сахарным диабетом первого типа нуждаются в инсулинотерапии второй тип сахарного диабета возникает в более позднем возрасте чаще всего после 40 45 лет после того как в организме возникает резистентность к восприятию инсулина то есть инсулин вырабатывается но не воспринимается клетками и уровень сахара крови не снижается одной из основных причин является ожирение третий тип сахарного диабета это гистационный возникает во время и после беременности для получения результатов нам понадобится глюкометр обзаведитесь таким прибором на постоянной основе так как с возрастом после 40 лет нужно проводить измерения сахара крови раз в 6-9 месяцев это очень важно для того чтобы не пропустить столь опасный диагноз давайте я покажу вам насколько просто само измерение для измерения нам понадобится спиртовая салфетка глюкометр тест-полоски ручка для прокола пальца и ланцет для ручки снимаем колпачок вставляем ланцету одеваем колпачок и регулируем глубину прокола обычно ставят два с половиной 4 взводим ручку и видим желтое окошечко ручка готова достаем тест-полоску на ней вы видите поле для нанесения крови и стрелочка направление как вставить в глюкометр на некоторых полосках есть возможность сравнивать показания по шкале протираем палец спиртовой салфеткой и ждем пока высохнет спирт также можно просто помыть руки с мылом и подождать когда они высохнут вставляем тест-полоску в глюкометр он автоматически включается и проверяет срок годности тест-полоски делаем прокол и получаем каплю крови можно достать тест-полоску приложить ее полем капли крови и вставить обратно но это делается только после того как глюкометр уже включился ждем результат что же получилось результат 5 и 9 измерение я проводил после еды поэтому это нормальный показатель далее я расскажу вам о правильных показателях крови и что делать с результатами которые вы получили давайте посмотрим правильный результат анализа крови оценивается по двум параметрам натощак и через два часа после еды если натощак сахар крови 3 и 3 5 и 5 миллимоль на литр а после еды через два часа не более 7 и 8 это норма если натощак сахар повышен до 6 и 1 то это нарушение гликемии натощак и требуется дополнительное обследование у эндокринолога если сахар повышен после еды 7 и 8 тире 11 и 1 то это нарушение толерантности глюкозы здесь тоже нужно обратиться к эндокринологу если ваш сахар натощак 5 и 5 6 и 1 и после еды 7 и 8 11 1 это подозрение на сахарный диабет вам необходимо до обследоваться и для постановки диагноза ну конечно если сахар выше натощак чем 6 и 1 и выше чем 11 1 после еды то это сахарный диабет необходимо начинать лечение если полученные результаты вызывают у вас подозрение и имеют отклонение от нормы то рекомендую проделать вот такую простую работу возьмите ручку и карандаш расчертите листок 3 горизонтальные линии 2 вертикальные мы делим день на завтрак обед и ужин завтрак обед и ужин мы делим на до еды и после еды на горизонтальных линиях ставим уровень сахара 35 5 и 5 7 и 4 7 и 5 делаем отметки до еды и через два часа после еды так размечаем каждый прием пищи напоминаю что максимальный уровень сахара после еды 7 и 8 натощак 33 полученные результаты глюкометра вносим соответствующие графы то есть в день получается 6 измерений 3 измерения натощак перед завтраком перед обедом и ужином и три измерения после еды после завтрака после обеда и после ужина соединяем все линии так вы можете более точно проверить свой дневной цикл сахара крови и если он выше положенных результатов обратитесь к эндокринологу некоторые компании которые производят глюкометры предоставляют эндокринологом дневники самоконтроля спросите у вашего эндокринолога есть ли у него такие программы тогда вам не придется чертить рисунки зачем же нужны все эти измерения и чем опасен сахар крови все достаточно просто при повышении уровня сахара крови сахар начинает кристаллизоваться а сахар переносит у нас гликированный гемоглобин который находится в эритроцитах так вот представьте эритроциты с гликированным гемоглобином превращаются в шипованные шарики которые летят по вашим сосудам и нарушают целостность внутренней стенки сосуда эпителий соответственно он повреждает самые мелкие сосуды это сосуды головного мозга и мы получаем инсульт сосуды глаз и мы получаем нарушение сетчатки сосуды сердца коронарные которые питают мышцу сердца сосуды почек мы получаем гламиролонефрит также идут осложнения на нижних конечностях и на сосудах питающих нервные волокна поэтому сахарный диабет а точнее его осложнения очень опасны для человека следите за своим сахаром крови и все будет нормально ну и соответственно соблюдайте диету подписывайтесь и ставьте лайк чтобы не пропустить следующее видео которое может вам помочь